Эй, ё, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка, я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, и всё такое, и в общем-то, вот вам потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный новогодний эпизод Барбоскиных. Я был в шоке, когда это увидел, ведь эта серия вышла прямиком в Новый год. Самопоздравление президента. Я был до жути напуган, ведь это видели все, даже моя семья. Я не знал, что мне делать, это показывалось на всех каналах, серия называлась «Одержимый Дедушка Мороз». Я был в шоке, моя семья не понимала, что происходит. Серия началась с того, что все наряжали ёлку, и малыш говорил, как бы хорошо было встретить Деда Мороза. Эту фразу услышали все, странно, ведь никто не обращал внимания на Деда, он был необычный, его глаза светились белым светом, и вел он себя очень странно. После картинка медленно затмевала. Было показано, как Гена и дружок одевались в Деда Мороза. Они выглядели очень смешно, и Роза смеялась больше всего. Лиза и Роза зашли в квартиру, и прозвучал звонок. Они позвали малыша. Там был дружок и Гена одетый в Деда Мороза. Малыш очень обрадовался, но вдруг к ним пришел и отец. Он тоже был одетый в Деда Мороза. Малыш должен был рассказать им стишок за подарки. Вдруг вошел дед. Он кричал. Здравствуйте, раздари мать, что новест. Голос был не такой, как всегда. И всех это напугало. А сам дедушка был бледный, с черной бородой. Он был не похож на обычного Деда Мороза. Это было ужасно. Он все время кричал и махал руками. Вдруг появился громкий звук. Я испугался и хотел убежать. После белого заслепения все были с белыми глазами. И проводили экзорцистские сеансы. Это было страшно. Эту серию видели все. Ведь она была в новогоднюю ночь. И я боюсь, что она может быть и в эту новогоднюю ночь. На этом все, с тобой был Сербионис. Поставлю лайк тебе, это всего-то 2 секунды, мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого, бесстрашного подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут испуганы, а ты будешь над ними смеяться. И помни, это всего лишь мое воображение.